У этих собак есть всё. Любящий хозяин, тёплый дом, полная миска вкусного корма. А у этих пока только крыши временного приюта и добрые сердца волонтёров. Обрести своё собачье или кошачье счастье помогает бездомным животным приют «Зоодом». Те, кто в субботу пришли погулять в городской парк, могли уйти потенциальными владельцами четвероногого друга. Приют и одноимённый благотворительный фонд провели акцию «Подари тепло». Поддержали и помогли местное отделение «Единой России», «Молодая гвардия», администрация парка. Организовал всех депутат Павел Жуков, сам большой любитель животных и владелец нескольких хвостиков. Обратился в приют к нам, в «Единую Россию», с просьбой организовать поддержку им. Мы организовывали акцию «Сосисочку» для этого приюта, в Богородском два дня собирали корм. Сейчас решили устроить в парке такое доброе мероприятие по пристройству собак. Приют очень хороший, на самом деле, я его посещаю. Всё чисто, животные накормлены и, конечно, будем помогать. Приют «Зоодом» переехал в Щёлково из соседнего Королёва два года назад. Администрация округа предоставила в аренду землю. Но массовые мероприятия – это, по сути, первое. Раньше проводить их не позволяли санитарные ограничения из-за пандемии. Так что жители Щёлково только знакомятся с этим благотворительным учреждением и его питомцами. В приюте «Зоодом» сегодня проживают 185 собак и много кошек. На выставку привезли пока только собак. Каждую сопровождал персональный волонтёр. В приюте таких добровольцев, которые выгуливают животных, ухаживают за ними, около 60 человек. Её зовут Тайгай. Эта прелесть прилетела к нам из Якутии. У неё очень красивые голубые глаза. И мы не понимаем, почему она до сих пор не дома. Потому что такая красавица сидит, лапу даёт. Всё может. Обратите внимание. Кроме взрослых подопечных, есть в приюте щенки. Вот, например, Шейла, Шэнди и Хлоя. Они у нас в приюте недавно. Они маленькие, но их вот подкинули. Но они вот недавно совсем их помыли как раз и взяли их на выставку. Они прекрасно себя ведут на ней. Какие вырастут они? Ну, я считаю, что они вырастут довольно большие, потому что у них вот лапы большие довольно. Люди подходили, рассматривали питомцев. Но в этот день домой никто с собакой не ушёл. Можно было только заявить о желании взять кого-то. Как рассказал руководитель приюта Виктор Березин, у них весьма строгая процедура подготовки потенциального владельца к столь ответственному шагу. Механизм, он довольно-таки сложный, но для нас, наверное, всё-таки более надёжный. Во-первых, претендент, который хочет взять собаку, он должен запомнить анкету. После этого лишь он приходит к нам в приют, знакомит с собакой. Ему дают собаку погулять с собакой. Он на выгулу может массово прийти. И привыкает собаку к нему. И забираем по договору ответственного участия. Такой договор у нас существует. Мероприятие в парке одним знакомством с приютом «Зоодом» и его подопечной меня ограничилось. Работала ярмарка изделий ручной работы. Можно было сделать из бисера котёнка на бесплатном мастер-классе по бисероплетению. Зоопсихолог Анна Верченко давала профессиональные консультации владельцам животных. А в цирковом коллективе «Энергия» нашёлся свой четвероногий артист. Странички приюта «Зоодом» есть во всех популярных социальных сетях. Организаторы благотворительной акции надеются, что после неё у приюта появятся новые друзья. Тем более, что результат работы уже вполне ощутимый. За шесть лет мы пристроили где-то около 400 собак домой. Но кошек больше. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова